канал сибирский бродяга приветствует вас наливайте кофеек чаек сегодня у нас такой будет небольшой такой рассказ общем о моем отсутствии почему не выходили на канале новые видео где я так долго был что я делал чем я занимался вот развел сейчас небольшой костер от комаров так как комары какие-то злючие пошли у нас вот а у нас еще небольшие дожди льют с грозами он сегодня сегодня тоже с утречка был был небольшой дождь а сейчас ближе к обеду вылезло солнышко в общем ладно друзья наливайте кофеек чаек и маленько с вами потрещим ну что друзья где я отсутствовал и почему не выходили новые мои ролики конечно же друзья был я в походе был я а вот то есть я и снимал на камеру потому что каждый свой поход тайгу я стараюсь это за впечатлить вот но последний мой поход потерпел большие потери небольшую неудачу в общем друзья я не знаю вот и не понимаю как это все произошло но в общем я отправился в поход с небольшой группой человек в общем набрал группу с собой тайгу и мы уехали друзья на озеро ночью конечно я там снимал снимал друзья для вас фильм ночью шоу серьезный такой ливень и как-то друзья поднялась вода вот я не знаю как это все произошло то ли это дождь так то ли из-за дождя поднялась вода сильно то ли друзья закрыли шлюзы то есть у нас воду иногда спускают чтобы поддерживать уровень воды вот и в итоге друзья я проснулся у меня полная палатка воды то есть я спал я лежал в спальнике и спал в общем прям в воде вот а так как у меня спальник особо не промокает и так как еще был постелен под низ коврик складной вот я не почувствовал воду а все мое оборудование друзья она все лежала рядом и то есть смартфон на который я снимаю снимаю для вас макросъемки потом на чем я монтирую видео смартфон тоже друзья я уже рассказывал в предыдущих в предыдущих роликах что я монтирую видео на телефоне вот и все это друзья оказалось в воде вот все это утонуло так как у меня смартфон xiaomi на чем я монтирую данные фильмы для вас вот он у меня короче друзья пролежал почти всю ночь в воде вот и также у меня намокли диктофон намок для записи для записи звука диктофон петличка повербанк в общем это все друзья оказалось в воде вот ну а сейчас конечно я не могу все это а купить как сказать купить это все заново вот и поэтому друзья не знаю у меня есть хотя и второй смартфон но я не особо думаю что там потянет железо для монтажа ролика потому что чтобы смонтировать ролик для вас мне нужно скачать определенную программу программа это и на мастер вот друзья и вот я не особо думаю что мой второй смартфон потянет железо потянет производительность вот ну конечно я буду что-то что-то друзья что-то буду думать что-то предпринимать потому что без видео я вас не оставлю конечно ноутбука у меня тоже друзья нету ну я как-то не особо люблю ноутбуки потому что я уже привык монтировать друзья на мобильных устройствах вот ну а сейчас у меня смартфон уже более четырех дней лежит селигеле и в рисе общем пролистал много форумов что делать когда утопили утопил гаджеты свои вот и многие люди советуют что уложить телефон в рис он вытягивает воду сушить на солнце вот я уже все эти методы короче друзья испытал вот ну вроде как надежда все-таки надежду я имею да что гаджеты мои высохнут это все вновь опять заработает но не знаю друзья не особо я конечно в это верю но надежда умирает последний и как сказать у меня еще перед перед этим перед этим роковым походом у у меня еще друзья было какое-то предчувствие что не стоит поди идти в поход в этот так как я кое-что кое-что забыл дома ворачиваться уже нельзя вот и как-то сердце мне подсказывал что лучше и сидеть дома потому что я конечно знал погоду знал я куда я иду перед этим я залез в интернет в общем посмотрел погоду будет дождь будет гроза молния в общем порывистый ветер кстати был такой ветер друзья что на утро я палатку сложить просто-напросто не мог ее тупо как как парус как лодка вот лодка парусная есть в общем палатку прям сглава вообще это это просто друзья это просто ужас у меня еще такого похода за мою жизнь еще не было ну а что делали друзья в походе в общем отдыхали готовили кушать купались а в общем снимали ребята снимали очень много материала но сейчас на данный момент пока мне смонтировать его не на чем вот и поэтому друзья прошу прощения конечно у вас ну как то так друзья вот все я вам рассказал ну так вкратце конечно вот ну а сейчас как вы видите на заднем плане у меня стоит металлоискатель лопата отправился маленько поискать непаханные поля ну золото серебра друзья у нас тут найти проблематично если конечно не не ходячка это ну не недавние потери так как поселок у нас молодой я живу в поселке он с 1961 года в общем ну до войны если судить то у нас тут был просто друзья тайга лес в общем все было заросшее потом некоторые видать люди стали заселяться пилить все это выкашивать в общем строить дома ну вот в общем искать у нас тут старинных вещей я думаю не получится это нужно позже друзья скорее всего на следующей неделе где-то я хочу сходить в старый поселок вот до войны там были зоны стяжели также люди люди потом начали уезжать это примерно где-то в тридцатых сороковых годах вот и там уже думаю можно что-то поискать более серьезное вот солнышко спряталась опять вылезли тучи скорее всего сегодня надует друзья опять надует что-то потому что поднимается небольшой порывистый ветер затягивает потихоньку небо но друзья вот такая вот у меня вот такая вот у меня в общем прошла то неделя веселая ну веселая и с потерями говорят где экстрим там и сибирский бродяга то есть экстрим друзья у меня заложено видать это в крови не знаю я еще как сказать ни одного похода нормально чтобы чтобы все пошло по-человечески чтобы все пошло по плану у меня такое бывает друзья очень очень редко потому что вечно в каждом походе там в каждом путешествии вечно что-то идет не по плану вот и вечно вляпаешься куда-нибудь там в какую-нибудь историю да что-то там с тобой случится что-то потеряешь в общем вот так вот друзья вот ну а сейчас мы сами идем и маленько поищем какие-нибудь теряшки вот поищем небольшое такое поле непаханное кстати непаханных полей у нас тут много но у нас тут в основном покосы покосы старых бабушек дедушек в общем ну думаю есть что поискать ну на золото и как я уже сказал на золото и серебро не рассчитываю но хотя бы железо там что-нибудь железное чтоб хотя бы хоть какую-нибудь копейку заработать на это все на восстановление оборудования так как оборудование друзья я брал очень дорогое потому что я считаю лучше купить одну вещь дорого чем несколько раз покупать одну и ту же вещь допустим с китая да вот я беру чисто вот японская там американская вот чтобы взял эту вещь и чтоб она прослужила дольше ну а как вы видите друзья экстрим делает свои дела в общем забирает у нас все самое такое ценное все самое необходимое ну и конечно я сам виноват в этом что не положил хотя бы целлофановый мешочек вот так бы сохранить конечно это было можно вот ну чему быть того не миновать значит друзья это должно было случиться ну как казать я расстроен но как-то я ко всему решил подходить с позитивом вот ну потерял допустим сломал у вас сломалась та вещь ну сломалась что теперь ничего у нас не бывает друзья вечного вот это все дело наживное главное друзья здоровья здоровья есть я жив здоров со мной все хорошо в общем ну вот так вот друзья остальное нажить можно вот так как я еще и работаю сейчас еще и с работы маленько стали дергать и в ночь там работаю друзья так то я в графике два дня работаю два дня отдыхаю а сейчас еще местами стали и в ночь друзья дергать вот поэтому особо время на походы остается мало но все равно я уделяю себе дни что когда я могу сходить в поход потому что сидя дома даже один свой выходной у меня друзья начинается таежный токсикоз потому что сердце душа требует тайги требует общения с природой общения с птицами с дикими животными свежий воздух все друзья деревья все трава это вот это как-то все это притягивает все это друзья но это все родное я вырос я можно сказать я тайге вырос я от 16 лет увлекаюсь природой даже у меня был в школе когда я учился в школе друзья у меня был любимый предмет биология вот я настолько любил биологию друзья что даже всегда приносил эти гербарии засушенных бабочек спиртовал змеи в общем уловил змей в бутылку наливал туда спирта она там была короче как это как 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 живая вот и учительница всегда этому радовалась вот поэтому вот гербарии ну я еще раз гербарии сушил в книжках общем такие свои были с травами со всякими начал с маленьких лет еще интересоваться лекарственными растениями в общем вот поэтому меня как-то природа друзья сблизила вот сблизила с малых лет что я там не стал связываться там с какими-то компаниями там ну телефонов понятно друзья раньше не было не было компьютеров особо были но это уже у таких людей кто был намного обеспечены вот ну как сказать я не скажу что я там был не особо так-то обеспечен но купить особо не было возможности вот ну а сейчас как дети друзья растут да у каждого и телефоны и планшеты в общем сейчас и уроки уже по по планшетам по компьютерам делают в общем сейчас друзья жизнь как сказать намного развита но я думаю друзья скучная вот у них особо такого развлечения то и нету вот как вот у нас было да в детстве там пошли там какие-то зорницы проводили тур слеты вот старались ходить там на какие-то горы замеряли высоту там ну в общем развлечений друзья было море вот и все это было связано с природой вот а сейчас не знаю ребят то ли детям это не особо интересно то ли им это не рассказывают в школе или просто в школе рассказывают но они сидят в телефонах фаншетах что некогда слушать даже и вот поэтому друзья к чему я это все клоню вот поэтому я вот сейчас вот набирал до набирал группу ребятишек в поход кстати я ходил с детьми в поход где все утонуло у меня вот и так же сейчас набираю группу в поход в горы в общем на мегалиты так что друзья хочется да хочется чтоб дети как-то больше сближались природы чтобы что-то познавали для себя новое чтобы что-то открывали для себя новое они так что да там друзья пиво сигареты в общем телефоны ноутбуки и какие-то игры про игры так это вообще отдельная друзья тема она затягивает до такой степени что дети просто становится зомби они целыми сутками могут не выключать компьютер играют в эти там танки кто есть еще там какие-то в кайс голые короче ребята я в это не лезу для меня это вот пение птиц послушать попить горячего чая у костра что-нибудь приготовить вкусное вот это да ребята вот и побыть один на один наедине с природы это я считаю это просто кайф вот так что ну ребят сегодня говорю такое вот видео будет не знаю я просто записываю наверное его целиком потому что еще раз говорю мне его обрезать монтировать особо не на чем ну не знаю спробую вот как я уже писал во вкладке сообществе спробую на защищенном смартфоне смонтировать но ребят что-то я сам не сомневаюсь хотя тут тоже производительность тут на высоте вот это blackview 97 2 0 у меня даже если кому интересно есть на канале про него обзор есть видео вот ну не знаю друзья обещать не буду но в ближайшее время постараюсь что-нибудь придумать либо телефон восстановится у меня сейчас маленько еще попросохнет так как после воды его долгое время нельзя включать потому что если включишь контакты могут сразу окислиться внутри потому что это считай водопроницаемый телефон и пролежал всю ночь в воде ну вот такой вот у меня друзья был рассказ где я был что я делал чем я занимался друзья ну как сказать я не отчаиваюсь конечно на этом моя жизнь не заканчивается я также буду друзья ходить в походы также буду ходить на рыбалку также буду что-то строить что-то готовить в общем друзья не отписываемся конечно от канала если кто считает мои слова правильными ребята то ставьте классы пальцы вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал на мой инстаграм добавляйтесь ко мне друзья в одноклассники в одноклассниках кстати я сибирский бродяга если кто не в курсе в контакте я новиков евгений так что добавляйтесь друзья всегда рад общению всегда рад знакомству а вот и пошел дождик но я сегодня уселся под березонькой так что меня намочить не должно ну что друзья 5 июня а у нас дождь с градом вот такие вот градины небольшие то есть вот падает на куртку в общем сегодня копать опять у нас не получится да что такое то мне прям вообще ребята прям не везет вот друзья вот такая погода у нас сибири переменчивая то есть светило яркое палящее солнышко через пять минут солнышко скрылось пошел дождь пошел град и я не удивлюсь что пойдет друзья снег то есть ну копать сегодня друзья явно не погода погода не даст так что ну вот опять можно сказать поход невезуха в общем да что такое ну как говорят теперь матушка погода переменчивая то есть может пять минут может светить солнце то есть день может светить солнце пять минут может идти снег пять минут может опять лить дождь короче вот так вот друзья ну ладно чё сейчас пью допиваю чайок с термоса ну и отправляюсь я думаю уже домой так что вот сходил я опять друзья на коп хотел покопать то есть ну вот вот так вот ребята так что ладно друзья всем пока увидимся в походе